Здравствуйте! Сегодняшний урок по учебнику английского языка для седьмого класса – это unit 3, то есть раздел 3, урок 4. Он называется Your Ideal Path. О чем мы будем говорить? Здесь будет квиз, про задавание вопросов будет, грамматика – это I, the, 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 known, употребление мы подробно разберем. И I, the, 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 known, как они переводятся. I, the – это любой один из двух, I, the – никакой из двух, и known – никто, никакой из многих. Начинается все Какие домашние любимцы могут быть хорошими друзьями для людей? A pet friend – это друг по переписке, а pet friend – это любимец, какое-то животное, которое живет в доме, о котором вы заботитесь. Что ты бы предпочел? Иметь друга по переписке или pet friend? Of course, I prefer – I would like to prefer – I would prefer a pet friend. Why? Because it is a real friend. И сегодня мы разберем, что же у нас дальше там идет. Так как тема у нас either, I guess, nor, я решила поглубже, чтобы было понятно, поглубже покопать и разобрать, чтобы вы хорошо разобрались. Здесь сначала мы разберем употребление to и either. И to и either употребляются здесь в данных примерах в значении тоже так же. Но to употребляется в утвердительных предложениях. I'm sad – I'm sad, I'm sad too. Я грустная, я грустный тоже. To употребляется всегда в конце предложения тоже так же. И если предложение отрицательное – I'm not happy, I'm not happy either. Я несчастлив тоже. В таком случае тоже переводят такой же, как и в случае здесь. Но either употребляется только в отрицательных предложениях. И тоже в конце слов, в конце предложения. Anne is a pupil. Kate is a pupil too. Anne – ученик, Катя – ученик тоже. I can't fly, I can't either. Я не могу летать, я не могу тоже. То есть в отрицательных предложениях – either в конце предложения переводится тоже. И to в утвердительных предложениях – тоже. Хорошенько это запомним. В отрицательных предложениях употребляется – either. И пойдем дальше. Когда мы говорим о том, чтобы подтвердить, согласиться или не согласиться, то тогда используются вот эти выражения. So am I? Или neither do I? И если у нас утвердительное предложение, то чтобы согласиться, мы говорим so am I. Или выбираем какой-то вспомогательный глагол, в зависимости от того, что у нас есть в предложении, это может быть am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, can, will и would. Какой-то из этих глаголов. И дальше идет лицо, к которому обращается. I'm not happy. Если это предложение отрицательное, то чтобы подтвердить, я тоже несчастлив. Neither am I? То есть на русском переводим я тоже несчастлив, по-английски говорим neither am I. So am I? Подтвердить утвердительное предложение. Neither am I? Подтвердить отрицательное предложение. So am I? I'm too. То есть это обозначает I'm too. То есть чтобы не повторять все предложение и не говорить там в конце to. Ну, такая форма выбирается. So am I? So have I? I have too. То есть если в основном предложении говорится have, то тогда so have I. I am working. So am I? Я работаю. Я работаю тоже. То есть это то же самое. So am I? И I am working too. Это равно. Видите? I was late for work today. Я опоздал на работу сегодня. So was John. То есть John was late too. I work in a bank. So do I. Я работаю в банке. И я тоже. We went to the cinema last night. Did you? So did we. И так как здесь went стоит в прошедшем в past simple, то тогда уже глагол будет did. So did we. Мы ходили в кино прошлым вечером. Правда? Мы тоже. I'd like to go to Australia. Я бы хотел поехать в Австралию. И так как здесь вот это I would like, то чтобы подтвердить, сказать, что я тоже. So would I. И я тоже. Neither am I. Это то же самое, что I am not either. Neither can I. I can't either. I haven't got a key. У меня нету ключа. Neither have I. То есть у меня нету тоже. And can't cook. Аня не может готовить. Не умеет готовить. Neither can't Tom. Это то же самое, что Tom can't either. Том не может тоже. I won't. Will not. Сокращение will not. Это будет won't. I won't be here tomorrow. Я не буду там. Я не буду здесь завтра. Neither will I. Так как это future simple, то глагол will I. Я тоже не буду. I never go to the cinema. Я никогда не хожу в кино. Neither do I. И я тоже. You can also use nor. То же самое, что neither. I am nor married. Not married. Nor am I. Я тоже нету. То есть вместо neither можно еще использовать nor. Но у нас больше так распространено neither. Known that we say, so am I. No. So I am. То есть здесь вот обратный порядок. Сначала идет m, потом подлежащее i. Neither have I. Не в прямом порядке. Neither I have. Будьте внимательны, не ошибайтесь. Ну и давайте вот сделаем пару упражнений. Вы мне приведете. I am a lawyer. Я адвокат. So am I. И я тоже. I have three children. So do I. Привели. У меня трое детей. У меня тоже. То есть вместо, тут можно сказать, so have I, so have I, ну, употребляется do. То есть do можно употребить любым, любым глаголом в настоящее время. I work in a bank. Я работаю в банке. So does Jane. Jane, она. И согласуем этот глагол с Jane, третье лицо, единственное число, говорим does. Я работаю в банке. Jane тоже работает в банке. My mother runs the house. She does mine. So does mine. Моя мама управляет домом. И моя тоже. То есть mine, это моя, и после такого абсолютной формы местоимения не употребляется существительное. So does mine. Моя тоже. I'm helping my mother to do the chores. So am I. Я помогаю мою маме делать работу по дому. Я тоже. Здесь вот am, вот оно здесь am. Me too. То есть если мы хотим сказать, мы можем подтвердить согласие, я тоже. То есть говорим не I too, а me too. I like hiking. Я люблю пешее путешествие. Я тоже. Me too. I like his band. I like this band. Мне нравится эта группа. Me too. Мне тоже. I have seen this film before. I have seen it too. Я видел этот фильм раньше. Я видел его тоже. I'm going to visit my friends in Madrid. I'm going to Madrid too. Я собираюсь навестить моих друзей в Мадриде. Я собираюсь в Мадрид тоже. My mother got really hooked on this TV series. Really, I like it too. Моя мама реально подсела, да? Hooked. Гот hooked, да? Хук, курячок. На этот телевизионный сериал. Реально. Мне нравится он тоже. И вот теперь пойдем с словом айзе. Вот как раз здесь интересно такое. Айзе может читаться иезе. То есть и то, и то чтение, произношение этого слова, оно правильно. Найзе, неизе. Ну, обычно считается, что английский это айзе, а американский это иизе. Ну, и англичане говорят тоже иизе. I can't do yoga. I can't айзе. Отрицательное предложение, поэтому я не могу тоже. I could not cut vegetables when I was a child. I could not either. Я не мог резать овощи, когда был ребенком. Я не могла тоже. I don't like autumn. I don't either. Я не люблю осень. Я не люблю тоже. I would ever tell her my secret. Я бы никогда не рассказал ей мои секреты. I would not either. Я бы тоже. Не рассказала. It won't be rainy day. Tomorrow it won't be either. Будет, не будет дождливого дня. Ну, и завтра тоже не будет дождливого. Neither или neither. I can't stand it anymore. Neither can I. Я не выношу это больше. Я не могу выносить это больше. Я тоже не могу. He does not know this man. Она не знает этого человека. Neither does she. Ой, sorry. Он не знает этого человека. Neither does she. Она тоже не знает. My mother does not understand me at all. Neither does mine. Моя мама не понимает меня совсем. Моя тоже. I did not consider this information relevant. I did not consider this information relevant. I did not consider this information relevant. Neither did I. Я не полагаю, что эта информация важна. Я тоже не полагаю. It was not on vacation. I was not on vacation in April. Я не была на каникулах в апреле. Neither were they. Они тоже не были. Ну, закрепим. А теперь пойдем к нашему учебнику на страничке 63, упражнение 2а. Здесь у нас даны слева и справа такие выражения, которые нужно найти подходящее. Match. Match. Сравнить. I'd like to have either a puppy or a kitten. Я бы хотела иметь или щенка, или котенка. Одного из двух. Или котенка, или щенка. Я бы хотела иметь одного из двух. Или котенка, или щенка. И здесь подходит one of two. Одного из двух. Neither of my two best friends has a pet. Ни один из моих двух лучших друзей не имеет домашнего питомца. Not any of two. Ни один из двух. None of the people I know has a pet tortoise. Никто из этих людей, как я знаю, не имеет домашнего любимца черепаху. Not any of three and more. То есть никто из трех или больше. То есть если два, то будет either, neither. Если больше двух, то known. Ну и тут речь пройдет про квиз радиального питомца. Давайте быстренько переведем. Тут много поражений с either, neither. Поэтому я хочу, чтобы вы хорошо разобрались. Вы находитесь на уроке математики и у вас не понимаете, что учитель говорит. Что вы делаете? Look out of the window. Смотрите в окно. Ask your friend to explain. Просите вашего друга объяснить. Repeat what the teacher has just said, so it looks like you understand. Повторяйте то, что учитель только что сказал, поэтому это выглядит, как будто вы понимаете. Put your hand up and ask the teacher to explain again. Поднимайте руку и просите учитель объяснить опять. Known of it. You are great at maths. Known. Ничего из этого. Так как здесь больше, чем два, поэтому known. Ничего из этого. У вас все прекрасно с математикой. Второй пункт. Your two friends have fallen out and they need to talk to you about it. What do you do? Ваши два друга поссорились и они нуждаются поговорить с вами об этом. Им нужно поговорить с вами об этом. Что вы делаете? Listen attentively to them both. Слушайте внимательно их обоих. Both – оба. Keep quiet because you don't want to listen to anything bad about either of them. Сохраняйте молчание, потому что вы не хотите слушать ничего плохого ни об одном из них. То есть у вас два друга, и любой из них – either of them. Tell them that it's a good thing because they did not get on well together. Ну, говорите им, что это классно, что это хорошая вещь, потому что они не ладят друг с другом вместе. То есть разделяй власть – такая политика. Это хорошо, что они поссорились, теперь они не вместе. Don't want to talk. Nicer of them is interested in your opinion anyway. Не хотите разговаривать. Никто из них, то есть ни один из двух из них, не интересуется вашим мнением вообще. Known of it. Ничего из этого, что вышеперечисленного. Real friends never fall out. Настоящие друзья никогда не ссорятся. Ваш старший брат просит вас помочь ему помыть свою машину этим субботним утром. Что вы делаете? Get up ready to help. Встаете, готовы помочь. Always sleep. Просыпаете. Wake up your brother holding a bucket of water and clothes. Будете своего брата, держа ведро и воды и тряпочку. Ask your friend to come around and help too. Просите ваших друзей прийти и помочь too. Тоже твердительное предложение. Known of it. Ничего из вышеперечисленного. You never help anybody. Вы никогда не помогаете никому. Вы начинаете петь вашу любимую песню, и когда вы включаете радио, вы слышите песню играет. What do you do? Think even loudy. Поете даже громче. Look surprised. Выглядите удивленным. Think you are really cool. Думаете, что вы реально крутой. You know all the popular songs. Вы знаете все популярные песни. Start dancing around the room. Начинаете танцевать по комнате. What the houses DJ knew you were singing it. Интересуетесь, как диджей узнал, что вы поете. Number five. You really like someone at school and you want to go out with them. What do you do about it? Вам реально нравится кто-то в школе, и вы хотите пойти погулять с ними. What do you do? Что вы делаете по этому поводу? Try to talk to them. Старайтесь поговорить с ними. Fall over in front of them. Падайте перед ними. Either or something will walk. Either A or B something will walk. Или любое из двух. Или A или B что-то сработает. Invite them out with you and your friends. Приглашайте их прогуляться с собой и с вашими друзьями. Known of it. You are too shy. Ничего из вышеперечисленного. You are too shy. Ну, теперь, когда вы все эти сделали, подсчитывайте счет и прочитаем, что же, какой же домашний любимец вам нужен в соответствии с этим тестом. Итак, keys, ключи. 21. Если вы набрали. 21, 25. Your ideal pet is a dog. It's a true friend. Very active and fit. Dogs are always kind and honest. They can easily make you laugh, if you are sad, and will always share your happiness. Ваш идеальный любимец – это собака. Она настоящий друг, очень активная и устроенная. Dogs are always... Собаки всегда добрые и честные. Они могут легко заставить вас улыбаться, если вы печальные, если вы грустите, и всегда поделятся своим счастьем. 22. Если ваши очки с 17 до 20, вы можете иметь любого из двух, или морскую свинку, или кролика. Это тихие животные, они любят комфорт. Кролики слегка робкие, и они боятся вещей, которых они не знают. Вы будете супер владельцем для них, супер хозяином. Если вы набрали от 13 до 16, you will get on well with a parrot. It is a talkative bird, very active, a bit nosy, just like you. It also likes being the center of attention, and is fun to play with. Хорошо поладите с попугаем. Это разговорчивая птичка, очень активная, немножко любознательная. Just like you. It also likes... Она также любит быть в центре внимания, и с ней весело играть. Если вы набрались с 9 до 12, your ideal pet is a cat. It is a very independent animal. It's usually difficult to say, if the cat is angry or happy, but it can easily hide its real feelings. But you will get on well. Ваш идеальный питомец – это кот. Он очень независимый, животный. Он обычно... Это обычно трудно сказать, что он сердит или счастливый, так как он легко может спрятать свои настоящие чувства, но вы поладите с ним хорошо. The best pet for you is goldfish. It is very quiet and shy. It is a little lazy, a couch potato, just like you. You will make wonderful friends. The best friend... Самый лучший питомец для вас – это золотая рыбка. Она очень тихая и робкая. Она немножко ленивая, как лежебока. Just like. В точности, как вы. Вы будете чудесными друзьями. Do you agree with the quiz results? Why? Why not? Согласны результатами этого квиза? Почему и почему нет? И здесь в учебнике есть еще упражнение «Eyes and eyes and on». Надо вставить. Choose the correct option of each sentence. She showed a checked tight and a striped tight and told me that I could have пропущено что-то of them. Она показала мне клетчатый галстук и полосатый галстук и сказала мне, что я могу выбрать любой из них. Соответственно, здесь будет «Eyes of them». Ну, никакие фильмы, которые я видел с этим актером, не были достаточно хороши. Здесь будет neither. Чего-то надо вставить. Of the twins wants to go and тоже вставить. Of them is ready, so we can go without them. Возможно, никто из близнецов не хочет идти, и никто из них не готов, поэтому мы могли пойти без них. Which cake do you want? Какой из пирожных ты хочешь? Either, please. Любой, пожалуйста. I like both of them. Мне нравятся оба. Чего-то надо вставить. Of his classmates has come back yet. Known of his classmates. Ни один из его одноклассников еще не вернулся. Вставить что-то of his two brothers could help him. Ни один из его двух братьев не мог помочь ему. You can come on a day, Saturday or Sunday. Вы можете прийти в любой день, в субботу или в воскресенье. Можете остановить, прочитать. И посмотрим. На этом мой урок заканчивается. Подписывайтесь на мой канал English Help. Помощь вспомнику по английскому языку. Или вступайте в группу ВКонтакте. Спасибо за внимание. Так, а тут. Продолжение следует...